Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели, а по совместительству еще и Нового года. Особенный пламенный привет традиционно тем, кто у нас в прямом эфире на Перископе. Что ж, наступил Новый год, нужно возвращаться на финансовые рынки. Очень надеюсь на то, что вы воспользовались моей рекомендацией, моим советом, прекрасно провели новогодние праздники. Перезагрузились, собрались, сфокусировались, сконцентрировались и приготовились к тем спекуляциям, которые у нас уже маячат, соответственно, на горизонте, которые мы приступаем, собираемся. И, разумеется, начинаем руководствоваться в большинстве своих случаев прежними инвестиционными идеями, потому что мы очень, скажем, правильно их определили. И, судя по вчерашней торговой сессии, совершенно очевидно, что эти тренды, тренд, прежде всего, ослабление рисковых инструментов и роста доллара продолжится и дальше. Но для нас это, конечно же, благо, потому что именно это мы и ожидаем. И именно сохранение подобного посыла позволит нам как раз выйти уже на новые профитные ориентиры по тем инвестиционным идеям, по которым мы еще не добрались до этих профитных отметок. Но я думаю, что это вопрос самого ближайшего времени. Также хочу воспользоваться возможностью, соответственно, еще раз поздравить вас с наступившим Новым Годом и, конечно же, с наступающим Рождеством. Но уже на следующей неделе мы, соответственно, оставим все праздники позади и уже полностью будем погружаться в тот фундаментальный фон, который у нас стоит на повестке предстоящих месяцев. Хотя и эта неделька также очень интересная. Не помню, конечно же, отчеты начала прошлого года, первой недели, но сейчас она действительно может создать очень неплохой такой спекулятивный спрос на ряд активов и не только даже рынка Форкса. Что касается основных событий, достаточно посмотреть на содержание экономического календаря. У нас на этой неделе целый блок статистики по инфляции, протоколы ФРС, да и плюс ко всему еще и очень, скажем, играющую большую роль сейчас статистика по американскому рынку труда. Очень важная статистика, потому что знаем, что ФРС как раз будет отталкиваться именно от последующих макроэкономических данных, чтобы лоббировать прежнее оппозиционирование и идею последовательного и дальнейшего ужесточения монетарной политики. Но обо всем давайте поговорим традиционно, конкретней и подробней. Начнем мы сегодня с нефти, как и всегда. Актуальная котировка на текущий момент по бренду 3749. Если анализировать прошлую торговую сессию, можно уже говорить по факту того, что волатильность действительно зашкаливала. И она была характерна не только для товарных, а сырьевых активов, но и для валют, которые зависят от стоимости на сырье. Ну, опять же, чем это было связано? С очень интересным, конечно же, новостным фоном. Вчера мы видели, как бренд открылся с ГЭПом и, по сути, предпринимал попытку для того, чтобы уйти в район ближайшего сопротивления, которое маячит на уровне 40 долларов за баррель. Если вы помните, мы сейчас придерживаемся как раз этого ценового рубежа, как возможность для того, чтобы очень неплохо продать бренда уже на перспективу. Пока до этого уровня мы не добрались, я стараюсь держаться в стороне от рынка и даю такую рекомендуцию вам. Соответственно, если вы все-таки хотите рискнуть, то я думаю, что, опять же, продажи бренда и WTI, даже с текущих уровней, они могут оказаться профильными. Но все-таки сейчас трейдинг, направленный на селл, будет рискованным, потому что давненько мы не видели про торговки. А как только бренд стал забираться выше, я был поверил, что мы сможем оказаться в районе 40, уже приготовился расставлять отложки, тут же максимум внимания к актуальному новостному фону. Но хорошо, что не предпринял ничего в плане трейдинга, потому что мы, опять же, увидели, как бренд тут же превратился из растущего актива в динамично разгружаемый, и быки, которые прессинговали в первой половине дня, очень быстро успепили дорогу медведям. С чем был связан рост? Это, наверное, с сообщениями о разрыве отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Произошло это, по сути, на выходных, конфликт, реальный факт эскалации напряженности. Почему-то трейдеры и участники рынка увидели в этом позитив для перспектив бренда и WTI. Я, на самом деле, был скептически настроен к такому фону и объясню, почему. Потому что, опять же, отсутствие солидарной полярной позиции сейчас между ключевыми производителями энергоресурсов будет создавать риск того, что предложение продолжит зашкаливать, и, опять же, между этими, скажем, государствами ОПЕК не будет единой позиции, которая должна быть направлена на согласование постепенных, согласование мер, которые будут способствовать стабилизации цен на рынке энергоресурсов. Вспомните последнее заседание ОПЕК. Мы рассматривали его и анализировали через призму того, что это заседание – реальное противостояние между Саудовской Аравией и Ираном. Мы надеялись на то, что снижение цен на нефть станет причиной, вследствие которого Саудовская Аравия, да и, в принципе, ближний и восточный картель, пересмотрят дневную квоту производства нефти, которая сейчас находится на уровне 30 миллионов баррелей в сутки. Что касается фактических объемов, вы и без меня знаете то, что они уже гораздо выше 32 миллионов баррелей. И мы следили за заседанием ОПЕК, потому что знали, что только картель ОПЕК сможет внести ясность и создать все условия, которые должны были стать фундаментом для постепенного восстановления цен на рынке энергоресурсов. Но этого не произошло. Почему? Потому что Саудовская Аравия отказалась снижать объемы производства, потому что у них своя цель – лоббирование доли. Что касается Ирана, то это еще один ключевой игрок, который, к тому же, в ближайшее время готовится увеличить объемы экспортных поставок. Ну, конечно же, произойдет это только после снятия финансово-экономических санкций. После того, как заседание ОПЕК прошло, все-таки на рынке еще были оптимистичные суждения, связанные с тем, что если ситуация и дальше будет, скажем, создавать условия для разгрузки бренда и WTI, может быть, стоит надеяться даже на внеочередное заседание ОПЕК, где Саудовская Аравия и Иран уже смогут договориться о солидарной позиции. Но то, что случилось на выходных, именно факт роста враждебности между этими государствами, напротив, уже указывает на то, что никакой солидарной и единой позиции по урегулированию, опять же, по выработке единого концепта, по снижению объемов производства, этой солидарной позиции не будет. Поэтому нам, как я уже говорил, можно смело готовиться к тому, что и 2016 год будет очень интересным для рынка энергоресурсов, но прежде всего, конечно же, с точки зрения распродаж этих активов. Поскольку такое осознание, наверное, пришло не только ко мне, но и к большинству участников рынка, мы видели, как, опять же, ближе ко второй половине дня тренд на рынке нефти очень быстро изменился, и этот актив стали активно распродавать. Плюс ко всему, был еще и дополнительный новостной фон, он связан с публикацией очень слабых данных по инвесу производственной активности Китая. Напомню, что за Китаем мы следим внимательно, потому что знаем, что Китай – это настоящий полноценный барометр, опять же, рыночных тенденций, и в случае замедления темпов экономического роста, а об этом можно делать выводы по факту падения и снижения индусов производственной активности, можно будет говорить и о, опять же, параллельном сползании в еще более глубокие рецептационные значения и рост и восстановление мировой экономики в целом. Сейчас эта тенденция полностью продолжает, скажем, набирать обороты, развиваться. И данные по производственной активности Китая, в частности, 48,2 против 48,6, говорят нам о том, что индекс уже закрепился ниже отметки 50, это реально уже даже не стагнация, это фактическая рецессия, экономика Китая продолжает жестко садиться. Я думаю, что мы, наверное, будем наблюдать это на протяжении ближайших двух-трех кварталов. И поскольку риски этого действительно есть, нужно понимать, с чем придется столкнуться сырьевым активам и валютам, которые зависят от стоимости на сырье. Если Китай затухает, значит, это будет влиять на низкие показатели спроса. Если снижается спрос, значит, у нас по-прежнему будет очевидный перевес, перекос, именно переизбытка приложения на рынке энергоисусов и недостаточного, соответственно, спроса. То есть, это главный посыл, главная идея, которой мы руководствовались на протяжении всего 15-го года. И мы видим то, что она сохраняет свою актуальность. Поэтому Китай, переизбыток предложения, отсутствие единства, компромиссных оснований для стабилизации ситуации на рынке энергоисусов со стороны ближневосточного картеля, периодический прирост запасов нефти в США, все это указывает на то, что мы будем дальше продавать бренд позиционно, долгосрочно и нацеливаться уже вкупе с инвестиционными банками, хедж-фондами на более глубокие значения. По бренду это, наверное, уж точно ниже 30 долларов за баррель. И нужно прекрасно понимать, что при сохранении такого коллекционного тренда очень больно придется российской валюте, которая зависит от стоимости на энергосреде. Мы сейчас видим то, что 70 – это уже когда-то сопротивление, маячащая впереди, высоко, уже является поддержкой. Думаю, сейчас произойдет чудо, если пара USDRA повернется к этому уровню. Сейчас мы напротив. Продолжаем делать ставку на то, что российская валюта будет вынуждена девальвироваться и дальше, идти выше сопротивления 73-х. Уже все даже ближайшие среднесрочные ориентиры, которые мы выставляли, достигнуты. Но нам остается только ставить еще более высокие значения. Что касается пары USDRA, это, конечно же, девальвация более крутым уровнем. И ближайший район – это 75 против американского конкурента. И пока все к этому и располагает. Потому что то, что мы сейчас уже имеем по нефти, это серьезные факторы и обстоятельства, указывающие на то, что этот актив будет слабеть. Поэтому Brent, если вы вне рынка, давайте пока вне рынка и оставаться. Если вы все-таки уже продаете этот актив с более высоким значением – молодцы. Можно выводить сделки на безубыточные уровни. Что касается российской валюты, то здесь все ждем уровень 75. И при сохранении текущего, скажем, вектора ослабления нефти, думаю, что мы очень скоро сможем добраться до этого рубежа. Поддержки со стороны национальной статистики также пока что нет. Будем анализировать скоро обновленные данные по ВВП, по инфляции. Но я думаю, что в целом у нас здесь тренд также указывает на реальное падение потребительской активности, что сказывается и на соответствующих низких показателях по ВВП. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Здесь также торговую сессию понедельника можно разделить на два периода, когда европейская валюта с открытия неплохо чувствовала себя, бодрствовала, соответственно, теснила позиции своего основного конкурента, даже добралась до локального хая 1.09.45. И вторая половина торговой сессии, когда евро превратился очень быстро в оутсайдера, пошел ниже, соответственно, добрался до более низких значений, в частности, актуальная котировка на текущий момент 1.08.23. И мы понимаем, что, скорее всего, европейская валюта прислушалась к тому, что мы сказали, что мы хотим от нее, и, наконец-таки, стала давать нам ту возможность, которую мы предполагали через ослабление, и возможность, которая открывает реальные горизонты к постепенному сползанию пары евро-доллар с начала к уровню 1.05, ну а там уже до паритета будет рукой подать. Говоря подробнее про вчерашнюю торговую сессию, что же сначала подстегнуло интерес к европейской валюте? Во-первых, это выход довольно сильных данных по индексам производственной активности еврозоны и Германии. Люблю повторять фразу, что на безрыбье и рак щука действительно это было именно так вчера, потому что за последнее время мы видели немного хорошей статистики европейского происхождения, и поскольку сейчас такая статистика появилась, а индексы PMI все-таки крутые данные, поскольку они создают условия для темпов экономического восстановления, достойных показателей для еврозоны, трейдеры и участники рынка поверили в этот оптимизм и, собственно, не стали негативить по этому поводу, а напротив, поспособствовали тому, что евро оказалось повыше. Что касается дополнительных факторов поддержки для главного валютного риска, это, конечно же, тот коллапс, который мы наблюдали на китайской фондовой секции. Коррекция китайской фонды спровоцировала тут же бегство инвесторов от риска и уход в безопасные гавани, убежища и безопасные валюты. Здесь сразу же стоит сделать ставку на японскую иену, на швейцарский франк, также на драгоценные металлы. Но те, кто следит за префингами постоянно, мы, вы знаете, частенько, скажем, проводим такие параллели, обозначаем возможности форс-мажорных обстоятельств и прекрасно понимаем, как нужно действовать в тот момент, когда они появляются. Китай – это одно из серьезнейших сейчас форс-мажорных обстоятельств, потому что за последние полгода в августе у нас была последний раз такая ситуация. Август, соответственно, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Да, получается полгода. Китай уже второй раз отличается и, соответственно, заставляет трейдеров несколько менять, опять же, рыночное позиционирование, постепенно смещая свой интерес в отношении пользу защитных активов. В августе было то же самое. Правда, в августе китайский фондовый рынок просел на более серьезную величину, чем сейчас. Вчера мы видели падение шанхайского композитного индекса на 7%, и тут же по принципу домино это падение спровоцировало негативную динамику и на других фондовых площадках, потому что если Китай так плохо открыл год, это обоснованно, учитывая слабые данные по производственной активности, значит, экономика будет испытывать новые трудности. Поэтому логичная реакция, здесь нет вопросов, почему евро стал расти на этом фоне, учитывая то, что евро – это главный валютный риск. Здесь также все просто, потому что из-за низких процентных ставок европейская валюта является самым интересным активом с точки зрения, опять же, позиционирования, как актива финансирования и фондирования, в том числе и для операции керри-трейда. Можно сказать то, что евро несет знамя этого статуса. И проводя параллель, опять же, с китайским фондовым рынком, как только негативные тенденции возникают, там можно сразу делать ставку на рост франка, на рост японского валютного актива и роста европейского тоже инструмента. Тем не менее, закрепиться, скажем, выше уровня 0,950 европейская валюта так и не смогла, потому что все-таки участники рынка прекрасно осознали тот момент, что вот эти форс-мажорные обстоятельства, точнее, даже эйфория краткосрочного эффекта, она быстро проходит, уступая дорогу прежним трендам и тенденциям. Прежним трендом для евро является, конечно же, ослабление. Собственно, мы это вчера и увидели. И дополнительным триггером для слабости евро против доллара стала статистика по индексу потребительских цен Германии. Если вы следили за этим отчетом, вы понимаете, о чем я говорю. В частности, те данные, которые мы увидели вчера, еще раз доказали, а точнее напомнили нам о тех рисках дефляции, которые характерны для ведущего локомотива валютного блока. Говоря про статистику, годовой показатель индексы потребительских цен Германии 0,3%, гораздо ниже прогноза. И что самое интересное, месячный эквивалент минус 0,1%. То есть мы уже не говорим о рисках дефляции. Вот она, это уже свершившийся факт. И если, скажем, этот отчет будет иметь систематичное повторение с точки зрения формирования тренда, если дальше, в ходе следующих отчетов, мы будем наблюдать то, что нулевая позиция находится выше, значит, параллельно на эти самые низкие значения мы выйдем и в рамках еврозоны в целом. В частности, сегодня, в 13.00 по московскому времени у нас будет возможность анализировать отчет по инфляции в рамках всего валютного блока. И учитывая то, что мы видели по Германии, с большой долей верности можно прогнозировать, что и этот отчет больше разочарует. Те, кто забыл, я хочу сказать то, что низкие показатели инфляции являются главным фактором, вследствие которых ЕЦБ стал полноценным и самым решительным регулятором с точки зрения проактивности и пошел на беспрецедентные меры экономического стимулирования. Мы предвкушаем решение программы количественного смягчения и на фоне тех статистических данных, которые мы сейчас наблюдаем, я считаю то, что мы сможем дождаться этого решения уже в первом полугодии 2016 года. Действительно, без более агрессивного выкупа активов разогнать инфляцию никак не удастся. А то, что происходит сейчас на рынке энергоресурсов, напротив, указывает на то, что инфляция и в целом индекс потребительских цен будет и дальше сползать на отрицательную территорию. Вот такие вот факты, такие тенденции и, наверное, такая реальность, которая больше располагает лично нас к хорошему настроению, потому что такая реальность, она создает хороший фундамент для распродаж главного валютного риска. Мы с вами нацелены на более низкие значения. Напомню, что у нас был отложенный ордер с уровня 1.09. Сейчас у нас впереди маячит профитный ориентир, правда он глубоко, 1.05, 100+, в районе 1.10. До тех пор, пока эта идея не реализована, давайте придерживаться, опять же, сползания евро к этому значению. Фунт против доллара. Также вчерашняя торговая сессия делится на два периода. Это тогда, когда фунт следил за европейским активом и, сохраняя высокую коррекционную связь, также рос некоторое время. Но я уже тогда, уже вчера, то есть даже анализирую актуальную статистику, особого оптимизма не питал в отношении британца и знал то, что вот этот оптимизм, он быстро сойдет на нет. Потому что, если в рамках еврозоны мы увидели хорошую статистику по индексам производственной активности, то аналогичный отсчет уже английского происхождения указал на то, что сектор переживает плохие времена, как это было и в ноябре, как это было и в декабре. А получается у нас уже самая настоящая тенденция. Стагнация сектора одного из ключевых, скажем, показателей, создающих условия для экономического восстановления. Если промышленное производство снижается, значит, готовимся к более слабым отчетам и по ВВП. И еще, на что я обратил внимание, это на рост объемов кредитования в рамках британской экономики. В частности, судя по актуальным цифрам, в ноябре кредитование выросло на 5,4 миллиарда фунтов. Это максимум с 2008 года. Кто-то высмотрел в этом позитив. Якобы, если берутся кредиты, значит, потребители верят в стабильность рынка труда, верят в рост заработных плат, верят в промышленности и в то, что экономика будет дальше восстанавливаться. Я на самом деле рассматриваю этот отчет с другой стороны, потому что Англия сейчас не характеризуется хорошими показателями по экономическому восстановлению. А поэтому каждый раз, когда мы говорим про ключевые параметры, которые закладываются в основу роста экономики, мы с вами больше говорили о рисках, которые имеют место быть. Именно поэтому Банк Англии постоянно вот уже который месяц обкладывает решение по нормализации денежно-кредитной политики и повышению процентной ставки. А теперь представьте себе, что произойдет, если ситуация будет ухудшаться, а вероятность того, что мы видели по Китаю, вероятность того, что это случится, она очень высока. И если это произойдет, то все вот эти объемы закритованности, они станут реальным бременем для потребителей и лягут в конечном счете на экономику. А поскольку ключевая статья роста кредитования это ипотечный рынок, получается, что рынок недвижимости может оказаться одним из тормозов для экономики в целом. И если сейчас растет рынок кредитования, понятно, что Банк Англии не будет вставлять палки в колеса себе и, соответственно, не будет создавать те условия на национальном рынке, которые, напротив, создают более, скажем, неприглядные условия для кредитования. То есть мы снова возвращаемся с вами к повышению процентных ставок. И если раньше мы цеплялись за отсутствие роста заработных вклад, за низкие показатели по инфляции, то сейчас уже можно говорить о том, что даже по факту прироста рынка кредитования, максимум, напомню, с 2008 года, Банк Англии также отложит решение по повышению процентной ставки при прочих, скажем, подходящих для этого условиях. А значит, британцы, я предлагаю, еще активнее распродавать, тем более, что у нас еще на повестке политические риски, которые мы будем непременно обсуждать тогда, когда появятся дополнительные сообщения. Как мы действовали раньше по британцу? У нас был тейк-профит в районе 1.4750. Я вам говорил то, что мы до него доберемся. Мы до него добрались. Актуальная цифра, точнее, котировка сейчас 1.4718. Все-таки разгрузка за последние несколько недель существенная. Давайте учитывать то, что фунт за очень короткий промежуток времени позволил нам буквально собрать несколько профитных сделок сразу за короткий промежуток времени. Давайте все-таки отдадим рынку должное, поблагодарим его. Но сейчас поддержимся в отношении фунта в стороне. Посмотрим затем, что будет дальше, потому что, опять же, так же, как и по нефти, сейчас велика вероятность проторговки. Как только мы сможем отбиться от этих минимальных уровней, тогда я снова вернусь вместе с вами к возможности дальнейших распродаж фунта. Доллар японская иена. Актуальная котировка 119.43. Стоп-класс у нас по-прежнему в районе 118.50. Там его и сохраняем. Почему американец против иены вчера стал главным аутсайдером? По сути, жертвой. Это, конечно же, все благодаря и по причине падения китайского фондового рынка. Поскольку на этом фоне, как я уже отметил в начале брифинга, возрастает интерес к японскому валютному активу как защитному инструменту доллару, приходится сдавать позиции. Но списывать со счетов американцы сейчас ни в коем случае не нужно. Мы знаем то, что сейчас в рамках этой недели у нас очень много серьезных инфоповодов, которые позволят нам сейчас поглядывать на стабильность американской экономики и продолжать спекулировать на тему дальнейшего вектора повышения процентных ставок до конца 2016 года. Напомню, что сейчас есть вероятность увидеть четырехкратное повышение процентной ставки. Если статистика будет располагать к этому, в частности, посмотрим на протоколы в среду и посмотрим на Non-Farm Parals в пятницу, то, разумеется, ФРС продолжит вот этот цикл постепенного повышения разгона процентных ставок и будет создавать и создаст тем самым условия для неплохого роста американца. Сейчас ни в коем случае не нужно выходить из этой сделки, из роста пары USD-йена, из ожидания роста. И ни в коем случае не нужно верить в то, что японская валюта сможет сохранить свой оппозиционный рост против конкурента. Американцы, потому что в противном случае, когда вы поймете, что оснований для этого не было, выток может быть уже очень значительным. Сейчас пара просела к тем минимальным уровням, которые, наверное, она могла достигнуть только при самых, скажем, негативных обстоятельствах и истечении, скажем, таких факторов. Учитывая то, что произошло с Китаем, наверное, это сейчас реальность, и нужно просто понимать то, что происходит с парой USD-йена сейчас логично, но это только краткосрочная динамика, потому что рано или поздно трейдеры все равно вернутся к покупкам американцев. Будем надеяться, что это случится до достижения уровня 118.50. Ну и по другим валютным парам, чуть задержались мы сегодня, австралийца против доллара, поскольку Китай уже создал разгрузку для рисковых инструментов, и особенно для тех, которые зависят от стоимости на сырье и от стабильности китайской экономики. Понятно, что в аутсайдерах тут же оказались австралийцы и новозеландцы, они, в частности, по итогам вчерашней торговой сессии потеряли больше 1%. А вот USD сейчас 0.7193, ждем 0.70. NZD USD 0.6731, ждем 0.65. USD Swiss, у нас была цель паритетное значение, добрались до этого уровня. Хочу вас поздравить с еще одной профитной сделкой, которую мы начинаем в 2016 год. Сейчас давайте следить за ситуацией вне рынка. Как только появится дополнительный сигнал, снова вернемся к паре USD Swiss с точки зрения трейдинга. Золото у нас, отложка с L100 по 1058 долларов, за тройскую унцию. Эта отложка пока держится. Напомню, что, исходя из этого ордера, трейд профит у нас на уровне 1045, 100 плюс 1062. Сейчас актуальная котировка 1077.85. Поскольку, опять же, снижение китайского фондового рынка и падение шанхайского композитного индекса заставило трейдеров выйти из расположения рисковых инструментов, я уже отметил, что спросом стали пользоваться не только иенный франк, но и драгоценные металлы. Золото, конечно же, неплохо распорядилось этим фундаментальным фоном. Ну и еще USDCAD. У нас по-прежнему ценливой ориентир 1.40. Никак мы не можем до него добраться, хотя локальный хай был практически рядом с этим рубежом. Сейчас у нас котировка 1.39.14, но, думаю, еще не вечер. И стоит только снова нефти дать слабину, мы непременно доберемся и до этого мощного сопротивления. И положим еще одну сделку, соответственно, в копилку наших реализованных идей. Из важных отчетов сегодня самый серьезный – это индекс потребительских цен еврозоны. До него остается буквально несколько часов в 13.00 по московскому времени. Настраиваемся на плохую статистику и ждем еще одного пенделя для разгрузки европейского валютного актива. Собственно, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, вы знаете, их можно задавать на нашем официальном канале на YouTube, ну, либо использовать для этого наш форум. Увидимся завтра. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok